Вы обращали внимание, что когда человек за природу, погода даже повторит ему. Проходясь в гармонии с природой, человек входит во взаимодействие с природой, и его настроение соответствует погоде. Это очень интересный момент, я заметил уже по жизни. Особенно если ты трепетно любишь природу, то твое настроение распространяется на окружающих мир. Ну, фактически можно даже тучи разорвать. Или же наоборот, от жаркого солнца немножко облачка, может появиться, или дымка такая. Вот такое я в жизни заметил, это действительно есть. Но это зависит от человека, от его искренности, от его позиции. Но если человек обожествляет природу, как высшую праматерь, то тогда идёт и реальная помощь, если ты идёшь не только к природе с открытым сердцем, но и к людям о том, чтобы снять красоту, например, красивый закат. Природа как бы тебе дарит такой красивый закат, что просто так ты бы его нигде бы не увидел. А вот ты едешь, и как бы ты едешь, и природа тебе готовит уже такой подарок, красивейший закат. Это вот сколько раз так я наблюдал, что ты едешь, например, ну понятно, что если где-то в сельской местности ты берёшь велосипед, едешь на велосипеде. Это не один километр нужно проехать где-то в красивое место. На Украине вот так было. в Москве пешком, но тоже природа дарила такие виды. Это действительно подарок. И вот как я, обязательно после того, как ты снимешь сюжет и обязательно благодаришь. Во-первых, прежде чем зайти в лес или успеть, например, закат снять. Обращаешься к солнцу, к природе, чтобы был красивый закат. Как бы мысленно едешь и просишь. Заходя в лес, обязательно здороваешься с ним. Просишь показать тайны. Ну какие тайны? Это красоту. Где-то, может быть, случайно косуля будет. Какое-то животное. И действительно это всё происходило. И ты видел и животных, которые кто-то и не увидит. На велосипеде едешь, неожиданно где-то появляется животное. Это реальная связь с природой. И это прекрасно. Люди это утратили. И раньше всё это было. И человек был наделён и силой, так как брал от леса, от природы эту силу. И было взаимодействие. И те, кто сейчас пытается, ну не пытается, а как бы, это на душе всё. Это нельзя сказать, что вот сейчас пойду в лес и там напитаюсь или что-то. Это вот, она потребность такая. Выйти на природу, пообщаться с ней. Хорошая потребность. Кто её утратил, к сожалению, болеют люди, не могут восстановить силы, обращаются к врачам. А природа, она сама лечит. Она восстанавливает силы, восстанавливает баланс жизненный. К солнцу обращаться нужно. Я вот обращаюсь к солнцу на закате, когда оно уже уходит. Чтобы день был завтра хорошим. Чтобы ночь прошла хорошим. Благодарю всегда природу за день. Солнце благодарю за то, что был подарен такой день хороший, что в мире, мирный день, что была возможность прожить его, так как за всё нужно благодарить. Это идёт от сердца и идёт взаимодействие с природой. Солнце. 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 Солнце.